Каратаева Мария. Улыбайся, бэйби. Эта книга посвящается боссу и по совместительству моему дедушке на его семидесятилетие. Он акула бизнеса с жестким характером и самый любящий дедушка, отец и муж. Он человек, который достиг всего сам. Он тот, к кому обращаются за советом. Он мудрый и современный. Его щедрость не знает границ. Его поддержку и заботу я чувствую за тысячи километров. Ему первому я расскажу о своих победах и проигрышах. Всем бы такого дедушку, как мой. Я тебя люблю навеки вечные, дедуля. Благодарности. Я выражаю искреннюю признательность Ларисе Ша, которая предложила мне написать эту книгу после того, как узнала историю моей жизни. Благодарю моего духовного наставника Марата, который помог мне пережить все мои обиды и травмы и пойти навстречу своей судьбе с открытым сердцем. Кроме того, я благодарю своих друзей Оксану С. и Келли Ви, которые верили в меня и всячески поддерживали при написании этой книги. Еще я хотела бы поблагодарить Евгения Д. который согласился прочесть присланные для публикации главы, слушал мои нескончаемые рассказы, многие из которых не вошли в эту книгу. А также рекомендовал добавить текст там, где не хватало информации для лучшей передачи историй. И, наконец, хочу выразить свою любовь и благодарность моей маме, моим братьям и сестрам, а также бабушке с дедушкой, за то, что вы просто у меня есть. Введение. Несмотря на тенденцию в последние годы уделять внимание внутреннему балансу, поиску счастья, развитию осознанности и личностного роста, многие люди все еще плывут по течению жизни, не пытаясь изменить линии своей судьбы. Таким образом, их жизнь идет плавно, как у всех, по плану, без особых изменений. Они в своей сущности окостенели, и для них каждые малейшие изменения являются в совокупности всех случаев глобальными. Ярко можно было увидеть реакцию этой категории людей, когда в нашу реальность пришел COVID-19. Они громче всех кричали, что мир рухнул, наступила вселенская катастрофа, не говоря о том, сколько было куплено и выписано антидепрессантов. Пандемия изменила внешние факторы и условия, которые буквально вырвали людей из их контекста реальности, чтобы заставить измениться. Они сами выбрали роль жертвы, согласились сгореть под напором обстоятельств. Другие же встряхнулись, огляделись и просто поменяли образ мыслей, и тем самым адаптировалась и их жизнь. В этой книге многие случаи можно назвать божьей карой, злым роком или, наоборот, милостью богов, вселенским планом и прочим. Я прекрасно понимаю, что все эти события произошли не просто так и действительно были посланы мне как способ, чтобы я и моя душа что-то осознали и вследствие этого очнулись. Если же урок был не усвоен, то подобные ситуации будут магнитом притягиваться в мою жизнь еще и еще. Я учусь видеть превосходство и идеальность ситуации, которая на первый взгляд может казаться как плохой, так и хорошей. Наша судьба меняется с каждым нашим принятым решением. Просто масштаб этих изменений зависит от размера вашего шага. Как сложилась бы моя жизнь, если бы я не решилась познакомиться в тюменской школе с мальчиком Сережей. Я бы продолжала хорошо учиться, и моя семья, возможно, не приняла бы решение отправить меня учиться за границу. Или что бы было, если бы мы с Энди не поехали в Марбелью? Ему было бы сейчас 55 лет, а мне 28, и с допустимой вероятностью у нас были бы дети. Я была бы мамой и женой и не сделала всего того, что сделала. Выбрала ли я бы сейчас такую жизнь и такой путь? Не знаю. Предисловие Это не был наш первый визит в Испанию. Намечался мой двадцать первый день рождения, и в честь этого Энди пригласил меня провести уикенд на побережье Коста-дель-Соль, пообещав, что эту поездку я буду помнить всю мою жизнь. Так и случилось. Это роковое путешествие останется в моей памяти навсегда. Итак, мою вторую половинку зовут Энди Буш. Он владелец небольшого ювелирного бутика в Бристоле. Это английский городок с населением чуть больше полумиллиона человек. Витрины его бутика, на которых россыпью лежали бриллиантовые изделия, органично вписывались в концепцию этого колоритного города в Великобритании. Энди создал не просто ювелирный магазин, а центр притяжения успешных и статусных людей Бристоля, да и Англии в целом. Сюда приходили на чашку кофе банкиры, политики, известные спортсмены и артисты. В середине бутика располагался круглый стеклянный столик в золотом обрамлении, вокруг которого стояли мягкие бархатные кресла с такими же золотыми ножками. Здесь, за чашечкой ароматного кофе, велись неспешные разговоры о бизнесе, политике, футболе, погоде, словом, обо всем, что представляло интерес для высшего общества, и все это происходило под блеск бриллиантов новых дорогих часов. Каждая минута в такой атмосфере доставляла истинное удовольствие для всех ценителей роскоши. К таким ценителям, с тех пор, как познакомилась с Энди, стала причислять себя и я. Меня зовут Мария. Я русская студентка, учусь на последнем курсе в английском университете и нахожусь в отношениях с этим самым Энди Бушем. Глава первая Принцесс Был конец мая. Я недавно проснулась и сидела в своей теплой пижаме на диване в гостиной комнате, в которую сквозь шторы проникали лучи весеннего солнца. В субботу я чаще всего вставала поздно, если только мне не нужно было бежать на утренние лекции, а так как на сегодня у меня не было грандиозных планов. Я просто наслаждалась спокойным утром в одиночестве под просмотры сводок новостей по ИТВ. Мой бойфренд, наверное, к этому времени уже успел потренироваться в зале, выпить свой зеленый смузи, прочитать аффирмации на день и уехать на работу. А тут я сижу в холодной квартире, потому что отопление у меня автоматически включалось только на пару часов, и то ранним утром и вечером. Это было сделано по задумке, в Англии все экономят на электричестве, тем более студенты. Мою прокрастинацию перебил телефонный звонок. Звонила Рэйчел, сестра моего бойфренда, наверное, хочет пригласить меня на бранч. Рэйчел была управляющей ювелирного магазина и правой рукой Энди. Это высокая, стройная блондинка с голубыми глазами, жизнерадостная и трудолюбивая, с тонким юмором и с любовью к прекрасному. Несмотря на то, что между нами была разница в 26 лет, с ней всегда было легко и интересно общаться. «Мария, надеюсь, я тебя не разбудила? Ха-ха! Ваше Величество не могло бы сегодня освободить для меня время!» Раздался звонкий счастливый голос Рэйчел в трубке телефона. «Рэйчел, ну хватит, не издевайся!» Смеясь и с небольшим стеснением ответила я. «Ладно, ладно, приходи ко мне через часик, не видела тебя аж целую неделю», — сказала Рэйчел и закончила звонок. Я выбежала на балкон, чтобы лично проверить погоду. В Бристоле из-за высокой влажности и бриза от залива температура на айфоне может быть весьма обманчива. Путь пешком до центральной улицы, где находился бутик, занимал примерно 10 минут, а значит шансы намокнуть или замерзнуть были малы. Недолго думая над своим образом, я надела кожаную куртку поверх футболки и достала новые солнечные очки, которые прикупила для предстоящей поездки в Испанию. Когда я пришла в бутик, Рэйчел разговаривала по телефону с одним из клиентов, поэтому я не стала ее отвлекать и устроилась поудобнее на свое любимое место. Один из продавцов вышел в зал из подсобного помещения с двумя бокалами для шампанского. Рэйчел его быстро остановила и показала жестами, чтобы тот принес другие. Через пару минут он вернулся с двумя коктейлями Пеллини. «Бокалы для Игристого из Хрусталя? Не знаю, что произошло, но явно что-то хорошее, раз она попросила принести коктейль именно в них», — подумала я. Когда телефонный разговор был закончен, она присела рядом со мной и глубоко выдохнула. «Эти клиенты порой думают, что могут купить даже мою прабабушку, но я их все равно люблю. Сегодня была хорошая сделка, давай отметим». Рэйчел приподняла бокал и аккуратно чокнулась с моим. Мы еще какое-то время сидели и делились друг с другом новостями с прошлой недели. Потом речь зашла о предстоящей поездке в Марбелью, где мы с ее братом хотели отметить мой день рождения. Она спросила, какая там погода, и не начала ли я уже собирать чемоданы, а заодно проверила, не расстроилась ли я, что мы будем праздновать его на несколько дней раньше. На 13 число у Энди была запланирована серьезная встреча в Германии, и ему придется улететь. А потом она вдруг подпрыгнула на кресле и задала самый странный вопрос, который ну никак не вписывался в русло нашей беседы. «Мария, дорогая, я никогда не обращала внимания, какая у тебя изящная и маленькая кисть, а какие тонкие пальцы. Ты знаешь, какой у тебя размер?» «Рука у меня и вправду маленькая, вечно приходится все уменьшать. Но точно не вспомню сейчас, кольца я практически не ношу. Я сейчас принесу пальцемер, и мы с тобой узнаем. Даже интересно, есть ли такой размер у нас?» Рэчел принесла прибор, выяснила ширину моих пальцев, улыбнулась и отправилась показывать одно из самых маленьких измерительных колечек своим сотрудникам. Когда началась эта суета по поводу измерения моих пальцев, я что-то заподозрила. Перед глазами всплыла картинка, где Энди встает на одно колено и надевает мне сверкающее от бликов солнца помолвочное кольцо, которому нет равных. На секунду я расплылась в улыбке, представляя себя будущей невестой, но быстро взяла себя в руки и попыталась вернуться с небес на землю.